Пришла в парк отдохнуть. Ну, одна. Славочки нет, Славочка уехала. Сегодня ветерок такой вот дует, прекрасный, хороший. Ну, обещали дождь, но пока даже и намёка нет, что будет дождь. В парке всё как обычно. Там детвора играют. Дальше там гамаки, шашлыки. Ну, всё как обычно. Выходной день. Я сегодня немножечко, конечно, как сказать, устратила. Не пошла рано на ярмарку. Убиралась там, что-то делала. В общем, по дому готовила кушать. И уже пошла пустая обеда. Ну, ярмарка уже практически ничего нет. Ну, мне, собственно говоря, нечего было и покупать. Особенно говоря, я хотела бы пить черешенки. А так, дубника только закончилась. Уже не хочется. Поэтому пойду посмотрю, что там есть. Ну, черешня мне не понравилась. Какая-то у нас всё мелкая, страшненькая. Я вот обычно пошла. У нас здесь есть небольшой овощной магазинчик. Ребята когда-то жили в Харькове. Сейчас живут здесь, в Арпене. И у них всегда хорошего качества овощи. Я у них взяла небольшой вот очередь черешенки. Ну, вот знаете, сбить себе оскомину. Вот хочется мне черешни. Вот я её купила чуть-чуть. Удобно. Сегодня вечером кушать. Кстати, сегодня я прочитала. Ну, не знаю, правда, не правда. Сегодня день мороженое. Так что сегодня будем кушать ещё и мороженое. В общем, сегодня прямо одни вкусняшки. Сейчас я буду показывать, что у нас поливают. Видите, как поливают у нас в парк. Ну, сейчас немножко посижу. Пойду, мне ещё надо в аптеку зайти. Сегодня разговаривала со Славочкой. Говорю, ну, что там дома? Он говорит, клубника твоя вкусная-привкусная. Но я и не успела, конечно, развести. Это уже второй год. Она у меня. Там несколько кустиков и всё. Но травы, говорит, в огороде просто. Волки скоро заведутся. Ну, сказал, они с Максимом всё это попросят. Там просто заросли. Розы цветут, всё красиво. Но у нас же там в Харькове были сильные дожди. Потом жарко. И вот эта вот пошла трава в рост. Надо всё косить. Все газончики. Надо всё косить. Так что, может быть, пришлёт мне видео. Вставлю, вам покажу. У него там, конечно, дел не в проворот. Свои дела нужно сделать. Хотя теперь ещё и в саду надо кое-что сделать. Ну, в общем, у нас там ЧП произошло, как он говорит. У нас в гараже появились, не знаю, как это правильно назвать, норы, дырки. В общем, кто-то, видно, какую-то живность держит. Или не знаю что. Что к нам в гараж пролезли крысы. Ну, у нас там кушать в гараже нечего этим крысам. Ну, нарыли земли много, конечно. Вот эта Славочка там всё это убирал. И поехал сегодня на рынок. Купил яд. В общем, будет бороться ещё и с крысами. В общем, у него там просто проблема на проблеме. Но ничего. Думаю, что он их все решит. Он у нас сильный парь, мальчик. Всё решит, всё сделает. И всё у нас там... Он всё исправит. Конечно, мне очень жалко, что я не смогла развести клубнику, как я мечтала. У меня ремонтантная, она сладкая, вкусная. Но вот так получилось, что не успела. Мы тогда, когда вернулись первый раз в Харьков, это было в мае месяце. И я как бы начала немножечко её там разводить. Ну... А в июне мы уже всё. Мы уже опять уехали из Харькова. Так что, надеюсь, что когда всё закончится, я всё-таки эту грядку сделаю. Это и вкусная, и ремонтантная. Она целое лето будет поспевать. Целое лето мы будем её кушать. Ну, пока как есть. У нас тут сегодня и катаются... И даже бабушка поехала с внучкой. И детвора наслаждаются. Всё-таки здесь самое вот такое приятное, что здесь можно ходить по травке. Но это как бы бывший лес. Эта травка, её, конечно, подкашивают немножко. Но это не газонная трава, а лесная трава. И поэтому тут дети и в футбол играют, и лежат, загорают. В общем, никто никого не гоняет с этой лужайки, с этих лужайок, вернее. И тут народ прямо получает удовольствие. Многие приходят с гамаками, со столиками и отдыхают. Ну, город, как я уже говорила, здесь в основном одна молодёжь. Вот. И очень много детворы здесь, естественно. Некоторые семьи и по двое, и по трое деток. Сами ещё такие вот молодёжь идёт, а у них уже коляска и за руку вот кого-то тянут. Ну, в общем, молодцы. Ветер дует, не знаю, слышно, не слышно будет. Ну, стараюсь, чтобы было слышно. Ну, то, что ветер дует, это хорошо. Сейчас я вам покажу, смотрите, как всё развивается. Такая красота. И настолько здесь комфортно. Я как раз выдала такую лавочку, тенёчек и ветерочек. О, детвора, гонщики, все гонщики. И сижу просто отдыхаю. Мальчишки играют, и одна с ними девочка. И такая прям резвая. Тоже будущий футболист. Голуби ищут, ищут, еду ищут. Там их на площадке начали подкармливать. Так они, извините за выражение, так там всё засрали. Что просто. Лучше бы их, конечно, на травке кормили. Прошёлся, прошёлся, ещё один прилетел. Пошли на пару. Видно, голубь и голубка. Сижу, а тут ветер. И прямо шишка мне на голову пахнулась. Думаю, боже, кто это в меня тут стреляет. Сегодня, кстати, у нас ночью была воздушная тревога. А знаете как? Когда мы вдвоём со Славочкой, всё-таки вдвоём не так страшно. А тут, конечно, было мне страшноватенько, когда она забыла. Но на утро встала, уже начала читать, что случилось у нас. Оказывается, очень сильно пробомбили Одессу. Есть жертвы. Это, конечно, кошмар. Просто кошмар. Потом Полтавскую область, Нидгород тоже пробомбили. Ну, это, в общем, об этом просто страшно думать. Страшно говорить и страшно думать, сколько боли, сколько ещё нам нужно будет всего это выдержать и вытерпеть. Посмотрела видео, что творится в Одессе на море. Плывут и щепки, и разрушенные дома, и автомобили. Сколько горя, сколько только горя принёс нам этот Путин. Сколько горя. И сколько нам ещё придётся всё это переживать, отстраивать. Сколько нам ещё предстоит переживаний. Просто не могу вам даже передать, как это больно, как это страшно. И ради чего всё это делается. Кричали, что мы по мирным не бьём, что это спецоперации. А на самом деле это самое настоящее уничтожение народа. Самое настоящее уничтожение. Начали всплывать российские вояки, которые затопило после взрыва Каховского водохранилища. Кстати, уже точно определено, что это был подрыв, а не то, что там рассказывают Песков и прочие, что это окры сделали. У нас всё как обычно. Всё как обычно. Сами сделали и сами всё это на кого-то наговаривают. И главное, у них и уши не краснеют, когда они будут. Ну, ничего. Сверху там всё видно. Кто прав. А кто виноват. Всё это всё равно. Сколько верёвочки не виться, конец всегда будет. И вся правда выйдет на наружу. Справедливость восторжествует. Но сейчас, конечно, то, что сейчас происходит. Бедный наш народ. Просто бедный. Фух, дома. Деви меня встречает. Да, Деви? Там что там? Курочка пахнет, да? Курочка. Слушайте, такой ветруган поднялся. Просто кошмар. Прямо разбушевался. Разбушевался ветер. Ох, как бушует. Так что я вовремя ещё и пришла. То сейчас, как ливанёт дождик. Всё нужно делать вовремя. Так, мои покупочки. Ну, это я купила курицу. Это домашняя курица. Вот такая вот у меня черешенка. Сейчас помою её. И знаете, что я купила? Зашла в аптеку, купила шунгит. У нас дома всегда шунгит в баклажке стоит. А здесь как-то мы фильтром пользовались. Водой. Ну, вот я на всякий случай, потому что неизвестно, что там будет. А шунгит, он не помешает. Так, ну, такую вот колбаску купила. Купила вот такой красный перчик. Потому что я люблю малосольные огурчики. Ранее ещё взяла. Люблю малосольные огурчики. Я уже вчера засолила. Сейчас я вам покажу, какая красота у меня получилась. Я люблю, чтобы там был перчик. Вот такой вот острый, хороший перчик. Вот такие у меня огурчики. Красавцы. Я кладу туда укроп. Веточки укропа. Чесночок. И горький перец. И получается у меня такие. Ну, я правда их в горячей воде. То есть я кипячу воду. Где-то на литр воды. Кладу, ну, чуть больше, чем столовая ложка соли. Ну, сейчас такая соль. Вот раньше, когда была крупная соль, я понимала. Сейчас такая соль, что я её не понимаю. Даже, может быть, и полторы можно положить. Вот. И я это закипячу. Вместе с перчиком. Вот соль, перец и вода. Закипятила. И потом заливаю огурчики. Туда бросаю чесночок. И укроп. Вот вчера сделала. Сегодня уже можно кушать. Так, пробуем. Пробуем, пробуем. Класс. Остренькие. Хрустят. Супер. Очень вкусно. Наша Дэви гуляет так. Она смотрит, кто там, куда пошёл, кто что крикнул. Всё ей надо знать. Только головой вертят. Там дети кричат. А ей всё надо. Да. Она мне не слышит через окно. Но головой крутится там. Всё у неё под контролем. Там мои цветочки. А вот эти купила у женщины на распродаже. Они не будут свести. Ну, пока вот неделю стоят, что-то вообще ничего не цветёт. Ну, и мои орхидейки. Это Янкина орхидейка. Она у меня теперь. Красота. Ну, на этой красивой, красивом фоне я буду заканчивать своё видео. Всем здоровья, всем добра, всем мирной ночи. Спокойной, мирной ночи. Чтоб всё у нас было спокойно. Чтоб мы могли выспаться. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»